Добрый день! Добрый день! Улица Песчаная, 3. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, с какого возраста можно сладкое детям? Сейчас вот ему совсем не даем сладкого. Почему? А все, боимся за зубы и сами так же. Сладкие? Да, конфетки. А тем меньше, тем лучше. Сладкого, вернее. Скажи, пожалуйста, ты конфетки любишь? Не знаю, наверное. Чуть-чуть люблю. Чуть-чуть. А что ты любишь тогда, если не конфетки? Хлеб с маслом. Желательно вообще не употреблять. А вы даете своим внукам? Обязательно, и очень много. Как вы думаете, сахар вообще для растущего организма полезен? Нет. Вообще сахар не полезен ни для какого организма. Как ты думаешь, сахар сладкое, полезное для детей? Нет. Потому что он вредный, если один его есть. А что будет с тобой, если ты будешь много-много конфет есть? Зубы заболят. И вот у меня однажды чуть зуб не выпал. Сверлили. Из-за конфеты? Из-за много. Я вот из-за болел. А вообще думаете, сахар полезен к растущему организму? В меру. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Детки-конфетки». Тема сегодняшнего выпуска – вредит ли сладкое детям. Поможет нам в этом вопросе разобраться, как всегда, наш добрый друг, педиатр Ксения Алексеевна Хамутинька. Ксения Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Алексеевна, можно ли своим деткам давать сладкое? Сладости не содержат ничего полезного, чтобы способствовало развитию детского организма. Поэтому мы его едим только для удовольствия. Вот и все. Сладости содержат глюкозу. Глюкоза – это источник энергии, при том, которая быстро усваивается и которую нужно быстро тратить. Поэтому, если ваш ребенок не сидит на месте, он ведет активный образ жизни, он занимается спортом, физкультурой и так далее, то одна-две конфеты в день ему совершенно не повредят. В других случаях, если же ваш ребенок увлекается гаджетами, ведет малоподвижный образ жизни или у него есть склонность к полноте, то категорически запрещается кушать сладкое. То есть конфету ребенок должен заработать, должен он ее заработать именно спортом. Еще одна проблема со сладким – это то, что он способствует развитию кариеса зубов. При том, чем дольше сладкое содержится в ротовой полости, тем больше вред наносит эмали зубов. Я говорю о сосательных конфетах и рисках, которые прилипают к зубам и наносят еще больше вред. Так что, дорогие друзья, сами питайтесь правильно и кормите правильно своих малышей. А детишкам до года сладкое не противопоказано? Детям до года категорически запрещено кушать сладости, шоколад и конфеты, так как пищеварение не готово принять такую еду. Будет его сбой, может выразиться в рвоте, может жидким стулом или просто болью в животе. А чем вы посоветуете заменить обычные конфеты? Если вы хотите подсластить ребенку еду или чем-то его побаловать, то тогда можете дать, например, изюм, например, курагу. Будет гораздо полезнее, чем просто обычный сахар. Спасибо большое, Ксения Алексеевна. До свидания. До свидания. Это была программа «Детки-конфетки» и я ее ведущая Ангелина Батакова. Не болейте. С супермаркетом «Ярмарка» торжество устроить просто. Овощи и фрукты, колбасы, молочные продукты, детское питание, товары собственного производства, салаты, горячие блюда, ароматная выпечка. Супермаркет «Ярмарка» ждет вас с 8 до 23 часов, улица Гленинская, дом 61. Супермаркет «Ярмарка»